Всем доброе утро! Наконец-то у нас пахнет по-настоящему весной! Красота, любота, хочется выглядеть соответственно, хочется краситься, хочется подкручивать волосики, как я в своем случае. Немножко прибралась в спальне. Мотивирую вас на то, что нужно, когда вы просыпаетесь, сразу убирать ту комнату, где вы спали. Вот протереть подоконничек, открыть окошечко, пускать там проветривается, убрать все поверхности. И тогда можно уже делать что-то по дому. Можно позавтракать, можно подкраситься, можно привести себя в порядок и жужжать уже на той территории, где вы находитесь. Я сейчас хочу выйти в магазин. Все-таки вы меня соблазнили снимать синабоны. Вчерашние трансляции прям вы мне написали, я посмотрела, это такая вкусняха. На выходные синабоны должны быть в моем доме. Поэтому я сейчас соделась, соделась, накрасилась и иду на улицу в магазин. Нужно купить на синабоны ингредиенты. Тишка говорит вам всем доброе утро. Скажи доброе утро. И иду на почту, потому что там приехали мои фитнес-резинки для занятий фитнесом. И что-то они блуждают между почтами и никак не могут доехать прямо ко мне. И что хочу сказать. Что хочу сказать. Что я хочу сказать. Короче, погнали на почту и за ингредиентами. Хочу вам показать мою орхидею. Она распускается, цветок за цветком. Она просто невероятно красивая. В эту субботу я уже буду купать орхидеи. И, наверное, искупаю ее, потому что она цветет и ей нужно много сил на это все. Там у меня проветривается, гуляет тюль. Тишка уже зашел сюда. Я закрываю обычно двери, где проветриваю, чтобы он не попал в эту вот ловушку. Там у меня лук сходит. Уже есть первые всходы. Я очень радуюсь, потому что я хочу к Пасхе вырастить лук. Помните? Если Тиша его не сожрет. Вот вазон, который мне мамуля дала. Я его посадила. Смотрите, какой он уже пышный становится. Вот такая вот красота. И вот такая вот погода. Побежали на улочку. Тиша, Тиша та вредина. Такая вот такая вот вредина. Сегодня сделали ему уколы, дали ему сиропчик. И он позавтракал. Ну, вроде бы писать нормально. Но такая, знаете, бывает не то, что вкрапление крови, а вот как розоватая моча. Я не знаю, может, это еще что-то красит ему эту мочу. Какие интимные подробности? Так, тишите. Все, давай, давай. Давай, давай. Ребят, ничего не видно. Капец. Такое солнышко. Такая красота. Сейчас можно прийти. Точно, что уже, знаете, пахнет весной. Прям все дает о себе знать. Все дает знать о том, что уже начинается весна. Птички, небо какое. Травка уже зеленее стала. Солнышко теплее греет. Цветы на клумбах. Смотрите, подснежники. Красота. Люди уже белье сущат на балконах. Я вас могу смело поздравить с приходом весны. Все в этом году на месяц раньше происходит. Сейчас посмотрим, работает ли сегодня почта. О, до шести часов работает. Девочке повезло. Сейчас зайду ради интереса. Просто сегодня был завоз в секунде. Посмотрю, что там есть. Возможно, что-то есть интересное. Возможно, что-то есть интересное. У меня укусит такая кожа. Сколько там людей. Мама, да. Продолжение следует... Сразу скажу, ничего не купила. Идем в другую сторону. Ничего я не купила. Просто посмотрела, детские вещи какие есть. И посмотрела еще товары. Там есть в Германии. Новые они привозят. Ой, какой ветер, прям не рассказать. В общем, привозят новые товары из Германии и продают. Сегодня самый дорогой день. 400 гривен килограмм эти новые товары. Есть неплохие вещи, конечно. Вот, например, коврики в машину новые запечатанные. Но они будут весить не менее 2,5 килограмм. То есть не будешь покупать. Завтра уже дешевле. После завтра еще дешевле. Если они там будут, отведу. Диму покажу, если они подходят ему, пускай возьмет. Есть всякие приборы, техника, кухонные, игрушки, пазлы. Ну, в общем, много всего интересного. Конечно, то, что они по распродаже берут в Германии. То, что люди могут взять там за копейки, они берут тут. Они берут там и продают тут людям в 3 дорого. Ну, я понимаю. Это, конечно, и доставка там оттуда из Германии. Все, ну, блин. И достатки-то не те. Ну, короче, интересно, но не очень. Сейчас открыт доступ для заказа с американских, германских, английских магазинов. Девочки выкупают. Чего нет? Смотрите, сколько котов тут. Ничего себе, у нас во дворе ни одного кота. Ну, что они едят самый дорогой корм, вы думаете? Едят самый обычный. Едят самый обычный корм, и никто не болеет. Видимо, птичка не такой, знаете, склонен к этому коту был. И те все котики сдохли. Наверное, тоже не сильно со здоровью. Надо застегиваться. Это у нас тут спортзал. Идем в Аврору и в продуктовый магазин. Моя покупка из магазина Аврора, это два такие коржка красивых, классические, черно-белые. Буду в них сегодня садить пальмы. Горшки стоили по 36 гривен. То есть 72 гривны за два горшка. Я пришла домой. Сейчас вам покажу, что я купила. Смотрите. Вот они, эти горшки. Они, смотрите, они, как сказать, двухслойные. Можно спокойно помыть, чтобы не задерживалась никакая влага. Можно спокойно в нем держать орхидею. Но я купила под такие вот пальмы. Они у меня пустили корни. И нужно их уже срочно куда-то отсадить. Купила землю и купила горшки. Чему очень рада. Теперь у меня два таких горшка. И я считаю, что белые горшки, они подходят под все интерьеры. Разноцветные горшки брать, это рисковать. Потому что переставить куда-то в озон, он может уже не так вписываться в интерьер. А так, смотрите, белый горшок. Куда хочешь, туда ставь. Так, теперь я купила масло. Покупаю масло только 82%. Не было моего любимого масла в Олажково поле. Купила маскарпоне. Это на булочке. Все, ну так приятно. Лежат они в таком чехле. То есть вы можете их с собой носить, куда ходите, в спортзал или хранить. Просто их в чехле. И сейчас тишеч. Тишеч, будем высыпать. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять. Это резинки разной плотности с разной нагрузкой. Кто знает про эти резинки, тот знает, а кто не знает, я расскажу. Значит, они все с разной нагрузкой. И сначала вы можете начинать с тоненькой резинки, которую легко растягивать. Потом взять резиночку поплотнее и так дальше. Одну использовать на руки, вторую на ноги. Я буду показывать вам, как я делаю упражнения с этими резинками, поскольку я очень хотела в спортзал. И так я туда и не пошла. Не пошла, потому что время от времени у меня начало сильно падать давление. И я себя чувствую плохо. Мне кружится голова. И я уже имею такую практику, когда я начинала ходить в спортзал, я входила в это пьяное состояние. И бывало такое, что я пребывала в нем целый год. То есть год я не могла отвезти Андрюшу в школу, в садик. Ну, короче, плохо, очень плохо. Когда тебя качает, ты плохо ощущаешь себя в этом мире. Ну, странная была ситуация, когда даже мне выравнивали давление. Почему-то все равно состояние не выравнивалось. И, в общем, у меня есть вот такой вот, знаете, повод переживать. Я решила заниматься дома. Делать какие-то маленькие нагрузки. Дать сердцу своему привыкнуть. И тогда пойти в спортзал. Я пообещала Марине, что я буду ходить с ней в спортзал. И кинула ее. Боюсь, просто очень боюсь. Не хочу сейчас, знаете, резко вот туда влипнуть. И вот буквально прошлой неделе вся я просто лежала по котам. Мерила давление 90 на 50. А куда еще ниже, куда? Приседать пробовала еще хуже. От кофе отказалась легче. Возможно, плохо было от кофе. Попробуем от него вообще отказаться. Ну, что ты? Что ты понюхал мое масло? Тебе понравилось? Понравилось.